В этом году Саровский музей военно-морской славы участвовал в городском конкурсе социально-некоммерческих организаций. Музей выиграл субсидию для развития своих экспозиционных возможностей и приобрел макет эсминца 956-го проекта «Адмирал Ушаков». Сегодня корабль несет службу на Северном флоте. Ранее он назывался «Бесстрашный». В 2004 году в связи с канонизацией адмирала эсминец был переименован. Славной историей военно-морского флота нашей страны было еще три корабля, которые носили имя «Адмирал Ушаков». Этим кораблям посвящен отдельный стенд в музее. Первый был назван в 1893 году, то есть еще при заставлении Александра Третьего, который именно он вспомнил про адмирала Ушакова. И первый раз в нашей стране появился корабль «Береговой обороны», который получил имя «Адмирал Ушаков». Но его судьба была незавидная, потому что, к сожалению, во время Северного сражения он погиб на второй день. При этом погиб вместе с командиром, не спустив Андреевского флота. То есть гордые выполнили с собой долго до конца. В 1953 году на экраны вышел двухсерийный фильм «Адмирал Ушаков». В том же году имя флотоводца было присвоено новому легкому крейсеру, который носил его дольше всех – 34 года. После распада СССР тяжелый атомный крейсер «Киров» был переименован в «Адмирала Ушакова». Крейсер носил это название до 2004 года, после чего оно перешло к эсминцу-бестрашному. На средства от победы в конкурсе был воссоздан стенд, посвященный истории морской авиации и жителям Сарова, которые там служили. Будущее в морских музеях нашей страны, ну, я не видел ранее такого. Даже если вы будете в музее ядерного оружия у нас в Федерном миоцентре, вы не найдете вот такого количества макетов самолетов. В том числе практически на всех из них, то есть вот здесь представлены четыре самолета, на них испытывалось ядерное оружие. Среди новых экспонатов – модель стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МЦ. Также в рамках проекта был восстановлен стеклянный колпак над моделью линейного корабля «Святой Павел». А здесь собрана информация о саровских ребятах, которые в различное время служили в морской пехоте. В рамках проекта экспозицию расширили, и теперь здесь представлены материалы по 17 пехотинцам. В этом году саровской организацией ветеранов ВМФ исполняется 20 лет. По этому поводу было заказано 80 комплектов уникальных медалей. Их планируют вручать членам организации и тем, кто помогает ее деятельности. Развитие музея, оно не останавливается. То есть сегодня мы не можем сказать, что, допустим, музей занимается только демонстрацией исторического материала. Нет. Мы продолжаем искать. И, кстати говоря, в октябре месяце ожидается приезд к нам в город командира нашего подлога Сару, там 1-го ранга Тюрина. Но если он приедет, это будет, конечно, благожданно, потому что уже очень давно члены экипажа не посещали наш город. И это будет такая хорошая историческая веха, когда последний, а может и не последний, командир по данной лодке приедет к нам в гости. Никита Белямов, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!